Здрасте! А у нас тут свапа внезапно подвалила. И вот такой вот у нас, короче, чел, который танцует какую-то непонятную хрень. Ну, как-то так, да. Слушай, друзья, всем привет еще раз. Мы продолжаем карьеру на карте свапа агро. И погнали тогда смотреть, что у нас происходит. Значит, седьмое поле. Тут у нас растет подсолнечник. Ну, и, соответственно, он уже вырос и теперь убирается с помощью нашего крутого классовского комбайна. Ну, и вместе с ним ездит Вальтера. Наша любимая оранжевая Вальтера, которая будет его разгружать. И они, в общем-то, будут между собой хорошо работать и будут дружить, наверное. На нашей лужайке, где растет трава, соответственно, сейчас ездит косилка и эту траву косит. Причем она просто ездит, просто косит. Мы ее не собираем, не тюкуем и ничего не происходит. Соберу я эту траву, когда уже буду заниматься посевной, когда будет свободен фуражный прицеп, потому что сейчас он немножко занят. И вы, друзья, не поверите, чем он занят. Он просто стоит. А знаете почему? Потому что он ждет. Да, вот так вот все. Грустно. У нас есть 31-е поле. На нем у нас вырос ячмень, который мы вроде как сажали в прошлой серии. Этот самый ячмень нам тоже нужно сегодня убрать, но у нас нету комбайна. Точнее, у нас один комбайн, два поля и не так давно был опросик, сразу после выхода прошлой серии, в котором, в общем-то, победил New Holland CR 1090. Поэтому, друзья, погнали в магазин и приобретем себе новый комбайн и тот, который вы сами выбрали. Стоит это чудо 430 тысяч. Никак оно не модифицируется. 14,5 кубов. У него бункер 700 лошадей, большой бак на 1300 литров. И это очень здорово. Я этот комбайн люблю, он мне всегда нравился. И, собственно, вот такая вот прекрасная желтенькая жаточка идет в комплекте к нашему New Holland. До 13,7 метров, плюс у нее есть прицепное устройство, за что ей отдельный респект. В общем-то, ее мы тоже берем. 89 кусков она стоит, увы, но ничего с этим не поделаешь. У нас еще миллион 300 остается. Будем что-нибудь покупать. И сейчас погнали поставим вот это чудо техники в работу. Цепляем жаточку и едем на наше 31 поле большое. Там у нас куча ячменя, и мы потом будем его... Не знаю, что мы с ним будем делать. Хотя, все знают, что мы с ним будем делать. В общем-то, поехали. Отвезем, залутим работу. Ну вот и все. Наш новый комбайн готов к работе. Готов молотить зерно, и все у него будет прекрасно. Генерируем ему маршрут. Соответственно, как обычно, я это все дело люблю. На три поворотных полосы. 13,5 метра. Пускай будет хрен с ним. И, в общем-то, с ним все, наверное, прекрасно. С этим маршрутом посмотрим, как он будет работать. Выставляем его на стартовую точечку. Во, вот так вот. И со стартовой точки, соответственно, это чудо техники запускаем. Да, только еще одно но. Нам нужно сохранить этот маршрут. И называться он будет поле 31, уборка 13,5 метра. Вполне. И, в общем-то, пускай он работает. Теперь запустим нашу GCB-шечку работать. Соответственно, у нее будут разные полевые работы. И ей мы загрузим маршрут поле 31 уборка и поле 31 база. И, соответственно, со стартовой точки, давай, дружище, тоже у тебя все должно получиться. Комбайн, кстати, будет работать у нас со сканией. Что-то мне, честно говоря, понравилась эта вся идея. На этом поле, на большом, по крайней мере, хорошо справляется с сканией. Маршрут у нее загружен. Она уже в работе. Единственное, что нужно сделать, это поставить ей комбайн. А именно CR-1090. В общем-то, они в паре должны будут вполне себе нормально справляться. В общем-то, с полями мы разобрались. Здесь у нас все работает. Погнали смотреть, что мы будем делать дальше. У нас же, друзья, наконец-таки построился пивоваренный завод. Тут, правда, какая-то бодяга случилась у нас все-таки с этими самыми, с брусом. Его немножко не хватало. И, в общем-то, 99%, но я думаю, что это ни на что влиять не будет. Соответственно, есть у нас вот такой вот заводик. И он у нас производит пиво и квас на разных цепочках, что, в принципе, очень хорошо. Соответственно, я про кое-что забыл. Сейчас покажу. Для производства пива нам нужен хмель, который у нас есть и чмень, который у нас есть биогаз, который у нас есть, поддоны, вода. Пиваз мы можем без проблем делать. Воды надо до хрена, правда, но, ну да ладно. А для кваса нам нужна рожь и ячмень, которые у нас, в принципе, есть. Бочки, которые мы в прошлый раз поставили делать, запустили бандарню. Биогаз, поддоны, вода, в общем-то, это тоже все есть. И сраный сахар. Про сахар, друзья, я совсем забыл. Поэтому квас мы пока что делать не будем. Покупать сахар мне реально впадло, это очень жирно. Ну а все остальное, точнее, не все остальное, а пиво, нам, в общем-то, надо сегодня будет запустить. Для этого отвезем по одному прицепу всего того, что здесь требуется. Запустим, а потом, как обычно за кадром, я это все дело забью до отказа. Так что, в общем-то, погнали работать. Хотя не, соврал, друзья. Давайте зайдем сначала на производство бочек и посмотрим, сколько у нас их тут сделалось. 52 тысячи. Это 50 бочек, насколько я понимаю, сделалось. Они же типа по одному кубу, одну создадим просто, чтобы посмотреть. Да, они по одному кубу. Ну и ладно, когда-нибудь будем их отсюда забирать, когда будем запускать производство кваса. Ладно, погнали забивать и запускать пивзавод. Будем делать пивасик, ведь все же любят пивасик, правильно? И для всего этого нам понадобится наша любимая сканья. В первую очередь давайте, наверное, отвезем жидкие материалы, которые нам нужны. Бочку биогаза и, соответственно, бочку водички. Делать мы это будем все на вот этой вот замечательной бочке, которая у нас для биогаза. Воду она тоже перевозит. Нам еще заправиться, кстати, не помешало бы. Я вот не помню, привозил ли я топливо, потому что это самое. Топливо у нас в этой бочке закончилось. Я не помню, ездил ли я его по... Да, я съездил, кстати, заправил эту бочку на наш нефтеперегонный завод. Там сколько? 3 700 в нее влазит. Я, в общем-то, заправил ее, потому что там топляк закончился. Уже потратили мы 4 куба из нее, своего топляка. Экономили деньги на этом. Молодцы мы, короче. Биогаз у нас, кстати, опять забился здесь полностью. Давайте поставим заправлять бочку. Посмотрим, что у нас еще по дегистату. 460 кубов уже дегистата. Скоро забьется. Силоса еще хватает. Ну, мы сейчас вот соберем травы и запустим ферментатор опять. Пускай делает нам силос. Будем все это дело тоже забивать потиху. Да, падла, конечно, долго набирается. Но что поделать, что поделать. Набрались и погнали. Теперь отвезем все это на пивзавод. Да, надо было, кстати, обследовать это все место. Здесь у нас поддоны. Здесь у нас, скорее всего, сыпучие. Здесь у нас вода. Здесь у нас все это говно будет появляться, которое мы будем делать. А где у нас биогаз? Вот это хороший вопрос. Что-то я вообще не наблюдаю. Так, ладно, погнали в пешую экскурсию. Рожь и ячмень. Это у нас для производства кваса. Насколько, а что, это получается разные будут триггера? То есть ячмень, который мы будем загружать на производство пива, не будет учитываться на производстве кваса, да? Ладно, мы это посмотрим, проверим. А вот здесь, наверное, у нас биогаз, да? Да. Ну, собственно, с водой-то мы разобрались. Здесь будет появляться квас. Погнали разгружать биогаз. Опять-таки, заезды неудобные. Задним ходом все надо делать. Курш-плейщики будут страдать, такие как я. И, соответственно, начинаем выгрузку. Биогаз общий должен быть. Бункер для и кваса, и ячменя, да? Да. Точнее, кваса и пива. Ладно, все, биогаз есть. Это хорошо. Нужно будет еще один прицепчик сюда закинуть. Ну, я это сделаю, сами понимаете, уже за кадром. Погнали, привезем воды. У нас здесь рядом есть речка. Вопрос, можно ли ее рядом будет набрать? Будет ли это удобно? Потому что это мне подсказывает, что куда-нибудь придется далеко ехать. А нормально, можно будет и вот здесь набрать. Здесь есть хороший съезд в реку. Съезд в реку. Ну, вы поняли. Сейчас мы это вот так вот задом подъедем. И все заломалось, понятно. Дубль два. Во, пошла водичка. И, кстати, она здесь быстро набирается. Прям вообще быстро. Я не знаю, как это работает. Причем в другом месте набирается медленно, а здесь быстро. Но если по курс-плею здесь... По курс-плею, скорее всего, это место работать не будет, кстати. Не знаю, как это работает, но что-то вот мне подсказывает. Так, ну, нутро что ли подсказывает мне, что это так не сработает. Ну, хорошо, ладно. Набрали по-быстрому. Давайте отвезем. Во, водичка у нас вот здесь вот выливается. Стой, 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 падла. Выгружаем. И вода у нас тоже пошла на производство пива. Ее нужно сюда аж 500 кубов. Придется потом нормально так по курс-плею покататься. Ну, и, соответственно, в производстве кваса вода тоже запомнилась. Общий триггер. Это хорошо. Ладно, с жидкостями мы закончили. Давайте переходить к сыпучим материалам. Собственно, друзья, нам нужно отвезти по прицепчику ячменя и хмеля. У нас есть и то, и другое. Ячменя 232 куба. Плюс еще целое поле, которое собирается. Его будет вообще прям до хрена. Есть, кстати, ржи у нас немного для квасика. Ну и хмеля тоже, в принципе, достаточно. Давайте начнем с хмеля. Прицепчик хмеля именно. Хмель, хмель, хмель. Хмель, ну и напиточек будет у нас. Я пока что не буду уже рисовать курс-плейчики для всего этого дела. Уже потом, когда буду это все дело забивать. Аккуратненько на руле. Я сделаю аккуратные маршруты. А сейчас просто погнали и отвезем всю эту дрянь на пивзавод. И ячмель, соответственно, мы тоже следом же моментом привозим. Высыпаем это все дерьмо сюда. У нас, соответственно, появляется ячмель. И меня интересует, конечно же, больше всего, появляется ли он. Нет, он не появляется на квасе. То есть, туда отдельно. Ячменя, получается, нужно будет прям очень много. Миллион ячменя идет на квас. Миллион ржи идет на квас. На пиво миллион хмеля, миллион ячменя. Блин, этого всего мало, кстати. По сути дела, у нас есть. Ну, отвезем все, что есть тогда. Хотя еще неизвестно, сколько его с поля соберется. Ну, хорошо. Теперь у нас задача привезти поддоны. И все, запустится пивасик наш. А вот и наш столярный цех, который делает поддончики. Что у нас тут происходит вообще? У нас закончились бревна. Поддоны еще есть. 150 штук. Не то, чтобы прям много. Блин, надо опять лес пилить, наверное. Ладно. Загружаем, в общем-то, нашу сканию. Поддоны. Хотя, в принципе, может их и хватает. Хрен его знает. Так, надо сканию пододвинуть туда. Он не дает. О, залетает. Отлично. Надо ставить их так, чтобы можно было вот так вот с помощью одной кнопочки по-быстрому загружать весь этот самый. Весь кузов. 20 поддончиков, в общем-то, мы загрузили. Это 40 кубов. Надо будет еще 2,5 прицепа отвезти потом. Точнее, 1,5. Но это потом. Это я уже сам. Погнали, в общем-то. Отвезем. Так, спаддончики у нас выгружаются вот сюда. Я думаю, что мы их вручную выгрузим. И будет вполне нормально. Ставим нашу сканию пока здесь. Хотя, вообще, надо было, конечно, по максимуму. Э, короче, это самое. Все, у нас зашуршало все это дело. Производство заработало. Но мне не нравится то, что здесь триггера находятся низко. Короче, нет, что-то мне прям совсем впадло носить эти поддоны. Тем более, что еще и триггер как-то на весу находится. Давайте мы таки загрузим это все дело прямо на нашу сканию. А задним ходом здесь, в принципе, можно заехать аккуратно. Аккуратно я сказал. Или не получится сейчас ни хрена. Может и не получится. Твою мать, а. Да, водятел из меня еще тот. Так, ну что, разгружаемся. А, и нормально. Сейчас я, может быть, еще... Да, видите, отъехал. И первые тоже залетели. И остальные сейчас тоже залетят. Только я как-то неудачно заехал. Ну, давай, 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 выезжай. Во. Все. Нормалды. Есть уже 133 литра пива у нас. Соответственно, все это дело у нас забьется. Воскресенье, скорее всего, друзья, будет у нас стрим, на котором... Ух ты, какие звуки тут. Так вот, воскресенье, скорее всего, у нас будет стримец, на котором мы займемся очередной стройкой. Он будет у нас как серия. То есть, под следующим номером выйдет. Какой он там? Семь, по-моему, да? И, соответственно, будет находиться в плейлисте. Плюс поболтаем. Плюс, ну, короче, вы все прекрасно знаете. Будет новое производство, потому что посвящать серию тому, как я вожу стройматериалы, это будет то же самое, как строительство пивзавода. Я не хочу. И, в общем-то, кто хочет поболтать, тот приходите в воскресенье на стрим и будет весело все. На этом, друзья, у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, комментарии. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, нажимайте колокольчик и получайте все уведомления, чтобы не пропускать стримы и новые серии. Я на этом, друзья, с вами прощаюсь. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.